Их европейцы через НРО, блядь, вважают за никим, ничим. На рачках раком на колинах повзают, дайте нам, дайте раввинчики нам копеечку, пху, блин, це ханьба. Оу, оу, это ж так интересно. Что ж сказала международная опиния, чуть ли не вердикт. Форбс, Руншал Вохе, Аль Паи, Аль Гемальне Цайтунг, Ньюс Вик, Пионерская Правда и другие. Это ж чуть ли не вердикт для политиков, что же сказали там они. А что они там могут сказать, когда там у них, в Европе, при нами, нету как таковой свободы слова. Если они там, майже у вси, пицца дома гоморники, а тут пиджидивники, а там садома гоморники. И другое любое слово у них свободное запрещено. И на этом грунте там очень свободно таки чувствуют себя и набирают опинии. Набрало уже давно Рашка. Ти Ви Ньюс Путиновские. На несвободе слова там в Германии при нами, в Нидерландах и других странах. Там набирает и набрало Рашка Ти Ви. Обороты свои. И не сдается, и не прекращает эти обороты сбагривать. То есть не все ж у Европейцы педики. И всякие гомодрилы, и всякие инсессчики, и всякого рода садома гоморщики. Там же ж их, этой мрази сатанинской, только пол чуточки процента варьируется. То есть нормальные европейцы хотят знать правду от правительств своих. Дайте нам правду, дайте то-сего. Правды нет. И они за этой правдой идут в российские СМИ там на западе. Которые показывают демонстрации против садомитов, к примеру. И уже даже через этот клаптык правды европейцы и начинают слушать, начинают доверяться. И этим российским СМИ, которые потом вставляют все то, что они хотят вставить. Вставить ту чушь, свою путиновскую пропаганду гребаную в мозги, в разум европейцев. Такую перекрученную, как они, это путиняшные мрази, хотят. А европейцам ничего не остается, как выбирать якобы ту правду, которую показывает путиняш. Что я там на западе, перекрученную об Украине. Та ложь, которая ей выгодна, чтобы европейцы так думали об Украине. А украинских СМИ там не было. Там несколько миллионов в одной только Португалии. Я уже не говорю о Польше и других тех всех странах. У которых нет своей опинии, нет своих СМИ, нет своих источников влияния на Европу. А нам нужно влиять, сплачиваться, потому что мы христиане. И это самое головнейшее, чем мы должны влиять. А вот такой народ, такой же, как и тут. Вот идешь там или по району, или еще где-нибудь, а там какая-то в машине сидит ученица, школьница. Кобыла, уже ж не тупая, уже ж их учат в школе. Нет, она все равно выбрасывает бумажки с собой, сидит с папой. Папа за рулем, а она выкидывает бумажки, какие-то стаканчики используемые. Ну не быдло, выкидывает на тротуар там, где люди ходят. Ну шо, шо ты скажешь ей? Ну, когутло, чмошное быдло, лошьё, вонючее. А что списали французские СМИ в 32-33 году, во времена кровавейшего голодомора, 10 миллионов жизней, которые хуйнёс. Это не те жизни, которые сейчас по Европе распластались и нихрена не делают. Из 45 миллионов, 10 миллионов по Европе бродит, бродит, зарабатывает. И насрали, наплевали на нынку, ридную матеньку свою Украину. Поэтому они там и считаются как сметя, просто как, ну, раб сила, никто. No one, niemand. Так что писал этот долбаный Барнандшоу? Писал, что растёт Украина, поднимается при Сталине. Красотища, просветающая краина. Никакого голодомора нету. Поехал в одно село Потёмкинское, другое. Там его встречают с хлебом в соли, все здоровые девчата, хлопчата. Нормально всё. Вот тебе и, ой, опа, Европа. Слушай дальше, давай, цитируй, политоложка. Давай, вещай по Украине. Что так и так-то. Одна там политоложка сказала в Форбсе, другая ещё там подмахнула в Ньюс Вики. Или ещё где-нибудь. Давай, распространяй. Своей же головы нету. Тупая раб сила. И больше ничего. И что, блин, Гитлер был неправ. Насчёт Убегалис и насчёт Унтерменши, которая лазит там по Европе. Раб сила, блин. Как вообще, как никто, как ничто, как тень. Как сорняк. Здесь этот сорняк во главе угла. Главное опиение. Это же надо так сказать, то, что там сказали. А там наш сорняк, как раб сила и больше ничего. Ничего Украина не представляет, кроме потных, пшивых или загаженных, дырявых носков Порошенко. Капец, блин. Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Это же нужно так, что 10 миллионов трудовых эмигрантов, эмигрантов, из тех временов еще, которые знают мову тей страны, в которой они находятся, живут уже. Дети их, потомки, где колька поколений знают мову. И все. И они не створюют там не медийных привидов. Жодного. Ціла края выехала. 15, может, и миллионов. Нема там, на заходе, украинского контента. Малюсенькие ЗМИ, какие там есть, местные, и все. А так, таких самых, как Кацап ТВ, Рашка ТВ, Раша Тадей, Путиновские брехоняства. Путиновские. Нема там, в Европе. Чому? Потому что, даже тут нема цего. В Украине, ненцы, неньки-матинки, нема вильных ЗМИ. Есть только медиаконтент политических сил, которые выголошивают, как будто правду. Давай, Порошенко, такой же, иди, он там крутящий. Но приходящие, они, ну, делают, ну, почти то же, почему это так? Генотип такой, извините, генотип унтерменш. И ниць венцей. Как с этим боротися? Та так, потроху выщавливать, выщавливать этот генотип. И сказать, что есть, собирать что-то, чтобы этот контент в Украине был на заходе. В Европе дейсным. Вот у нас же ж вполне эффективно вещают Рыга-СМИ, Юда-СМИ, всякие Рабиновичи-СМИ, всякие бывшие Рыга-Оплотовские команды пророссийские были. А сейчас они вещают контент, который олицетворяет борьбу за справедливость. Но априори они и являются этой гадостью, которые после вещания справедливости сменят и будут так само вести, как и Янукович, и Порошенко. То само, такую самую банду здесь, воровскую на биомассе лохов, тупых, которые якобы олицетворяют собой проукраинскисть, нацию, символы. Они забирают цей бренд и грибут, и грибут цей бренд, покины проходят до влаги. А потом втоплюют в дерьмо цей бренд. Так само и поступают в немцах, в Германии, в Европе, взагали, российские СМИ. Но только вместо прихода к власти они там постоянно преподносят мнение Кремля, как поступать с Украиной, как знать об Украине, что ведать об Украине. То есть вся Европа должна питаться с этих СМИ, чтобы достать информацию как бы правдивую, потому что ей доверяет Раша СМИ. А почему доверяет? Потому что она более-менее говорит там правду на тых терренах европейских. Поскольку на тых терренах в Европе, как таковых, свободных СМИ, демократических и нету. Меркелевские СМИ вещают, что прошел нацистский марш, митинг против бедных иммигрантов. Но на самом деле прошел, как говорят путиновские СМИ, прошел митинг, марш националистов за свои национальные права. Быть не только там white power, белыми в Европе, это же негатив, а они наоборот подставляют, что быть моноэтнической нацией в Европе, это их доскональное право. И они там об этом ля-ля-ля штурмуют, и штурмуют мозги европейские. И европейцы, да, соглашаются, что да, такие Раша СМИ, Раша ТД, об этом говорит правду. Но потом, чтобы знать что-то и ведать об Украине, они часть вот этого доверия, вот этого доброго отношения, вот этого лояльности, вот этой краша СМИ, они эту часть отдают своим мозгом, как за правдивые новости об Украине и о релациях Рашки Путина с Европой. Они от этого уже контента доверливого, которым им зашевелились волосики, приятно им стало, что вот Раша СМИ о их моноэтничности, о их немецкой тошсамости и утотожнение, напоминание немцам, что они немцы от Раша СМИ, тем самым вот эта приятность у немцев и образует доверие к путиновским пропагандистским медиам. Как бы мы не кричали, что это зло, а это и есть зло, но доверие к этому злу у немцев есть больше, нежели к самой правде. Через что? Через наше похерение этой правды. 10 миллионов, они что не могут скинуться, блин, образовать в Европе украинские, проукраинские правдивые СМИ, которые говорили бы европейцам о Европе, говорили о нас правах, о Конституции, о том всем самым, о чем говорят здесь политики, которые гребутся к власти. Но потом, приходя к этой власти, они начинают обворовывать и так само замыливать, отбеливать свое системное ограбление нынки Украины. Так что не то, что второсортие, а десятисортие Украины в рейтинге, в рангах в Европе. Мы не то, что там не влияем на ее политику, на ее духовность. А чем? А у нас что? Нечем влиять? Мы же христиане. У нас есть что сказать по этим и всем поводам. Даже в экономическом плане Россия не такая уж и сильна в Европе. Она занимает место как Нидерландов в европейском рейтинге экономик. Но она через вот эти рашка ТД, она влияет на мозги европейцев. А у нас ноль влияния. На свои даже мозги повлиять не можем. Не то, что там на европейские. Ну а народец, а что народец? Он же не может сам по себе самоорганизоваться, забрать деньги у олигархов, повлиять на европейскую политику, от которой зависит очень многое в отношении той самой войны Путина против Украины. Она ж только и может, вот это естество недоразвитое украинской власти, приехать туда как МЗС, как Министерство закадричных справ Украины, борющейся, единственное борющейся, эффективно более-менее сейчас, спасибо Богу, с Российской Федерацией Путина, путиновской помойкой. А Европа смотрит на это по-другому, потому что она думает через путинские СМИ, там через те, которым доверяет. А чалы и лазит там с Порошенко, с порванными носками, шампанское пьет и херью мается. И прогоняет там кацавских этих журналистов российских. Чем создает чуть ли не герой, чуть ли не моресев, который бросается по танке. То есть очень важное вопрос, кто есть украинцы в Украине. Чи они подписчики, чи они подравильники. То почему они носят вишиванки тогда? И почему они ни хрена не делают, те украинцы, которые считают, что они тут украинцы, великые, ширые украинцы, вишиванцы, пока не пришли до влады. Або те украинцы, которые в Европе и вважают, что они украинцы, но ничего до этого не делают. Чтобы мазафак Украину ненькую не обреховали там в Европе и не ганьбили имя неньки там в Европе. И тут, главное. И через это, что они ни хрена не роблять, их европейцы через не роблять, вважают за ни ким, ни чим. А кацабские СМИ вважают ким и чим. Бо патиновские расистские СМИ переворачивают их душу и влазят им в их душонку, в их сладострастные, моноэтнические подумки. А мы что делаем? Зеро. Ниц не делаем. Бо таки є. Бо таки вони є. И треба правду оцим говорити. И на вишиванце написати «піджидівник», або «підолігархник», «підравинник», «підпейсник». Оце ганьба в своей стране уже после 2014 года, после революции. И не добути свою владу собі. Оце ганьба, ну це позор. Це не хчемія. Це не до нація. Як нормальна нація может так быть? Сдаётся, может. Німцы таки саме. Ну, бачите, что они вырабляют у себя. С Меркель, с путиновскими СМИ. Вот такая неправда, така сама, как и тут. Але ж хто умнейший, хто гіднейший, хто більше може подолати агресію цю російську, як не українців. І хто мусить бути рангом вище, як не ця та Україна, яка бореться. А громадськість, суспільство не може тієї Україні, яка бореться, гине кожен день, втрачає життя своє, кров віддає на фронті. Вона, оця тупа суспільна громадськість, не може подати руку своїм братам на фронті, щоб захистити їх добре ім'я в Європі. І тут навіть в політиці, всюди, в світі воно не може, бо воно негчемне, воно тупе, напів'язическе, напівщекесь, долбануте, молиться якимсь громам, якимсь перунам, пердунам, якимсь попитькам, молиться на рачках, ракам, на калінах повзає, дайте нам, дайте равінчики нам копіечку, пху, блин. Це ханьба, це огида, це паскудство, це раболепство. Ну це, це очень плехо, українці, так нельзя делать. І кожен раз, фотографуюсь біля Єйфелівської вежі, біля Єйфелівської башні, припомні, вспомні, що ти українець, і подумай, що яка ти лошара, що такої самої Єйфелівської башні нема у тебе, в твоєму місті, хоча це місто має безліч бабла, для того, щоб там 10 таких Єйфелівських башень було, і щоб башню зносила у європейців, туристів, котрі приїздять в Україну. Українці в Європі і не тільки є не ким і не як, їх сприймають як приймаків. І усе, і тільки завдяки хлопцям на передовій, і тільки завдяки тим, котрі віддають, віддано своє життя і кров на передке, на фронті, в боротьбі з путіновським агресором російським, завдяки цьому ще як-то українців в Європі і в світі сприймають як якась велич, але що вони там, мазащіт їх, зробили, щоб віддячити цим бійцям, котрі роблять з них не попитків, приймаків, а велич націю. Дякую!